Здравствуйте! И опять новости не ободряющие. Мирный план, который продвигает Киев, не намерен учитывать предложение России, это в четверг заявил Зеленский. Я, эта цитата, очень заинтересован, чтобы свои инициативы другие страны привносили, но на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это дипломатия. Они имеют полное право, и мы благодарны, если они придут к нам, не навязывая, а предлагая, сказал он журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии. При этом Зеленский заявил, что не намерен принимать российские мирные предложения. Мирная формула может быть только нашей, добавил украинский лидер. Но это не условие для переговоров, это условие капитуляции. Но русская армия вроде бы не разбита, вроде бы взяла Артемовск и начала наступление под Харьковом, а Киев, наоборот, сорвал все сроки контрнаступления, потому что оказался к нему не готов. А Зеленский уже делит украденные у России активы. Не у Путина ведь украли деньги, а у всего российского народа. И в Шибекино обстреливают не администрацию президента или объекта Минобороны, а халупы простых граждан. И, видимо, успех в Шибекино вот так вдохновил Зеленского. Это Ленин предлагал мир без аннексии и контрибуций. Тогда Украина была уже оккупирована германскими войсками, а фронт фактически рухнул. И в Петербурге революция. А в Москве пока революции нет. И фронт хоть медленно, но движется на Запад. Зачем эта борзость? Я вот о чем. Обстрелы жилых кварталов, атака на Москву авиамодельного кружка. Украина не разгромлена. Она каким-то чудом держится. Но это все, что сегодня, в общем-то, можно ждать от ВСУ. Может, хватит? Сотни тысяч погибших, миллионы убежавших, куда глаза глядят. Весь восток страны в разваленных. Сколько еще народу должно погибнуть, чтобы они там успокоились все? Хотите обратно Крым, чтобы отомстить тем, кто 9 лет жил более-менее по-человечески? Так ведь все равно не получится. И за это не получится будут платить совершенно ни при чем вот рядом стоявшие люди. Остановите вашу тягу к подвигам. Вам спасибо никто не скажет. Вот хотите помочь каналу, кстати? Тут хоть спасибо скажут. Тиньков карта, карта Сбера. И не забываем про репост. Кратко. Трамп заявил о намерении организовать переговоры РФ и Украины, если станет президентом. Но это в любом случае не скоро. Рядом с Курском система ПВО сбила несколько беспилотников. Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза. В конкурте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян. В России зафиксировали рост выплат из-за онкологических заболеваний. Россия экспортировала рекордные объемы зерна. По данным РУС Агротрансва, экспорт российского зерна достигнет 59,3 миллиона тонн, из них 48 с лишним миллионов тонн пшеницы. Аналитики прогнозируют, что доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13%. У Института конъюнктуры аграрного рынка похожие прогнозы по объему экспорта зерновых. Однако там полагают, что вывоз пшеницы составит 47,5 миллионов тонн. С собой кони считают, что в целом из России и другие страны будет отправлено 55,5 миллионов тонн зерна, из которых 44,5 миллиона тонн пшеницы. У кого-то возникнут вопросы, как это СССР импортировал зерно, а свободная рыночная Россия наращивает экспорт. Но тут есть коварство статистики. СССР ввозил фуражное зерно, чтобы кормить колоссальное мясо-молочное стадо. Россия мясо в основном ввозит в готовом виде. Зерна фуражного особо не требуется, а пищевое зерно можно и вывозить. СССР оставил богатое наследство. Заводы сельхозтехники, колоссальные элеваторы, распаханную еще комсомольцами целину. Впрочем, целина в основном досталась Казахстану, который до нее вообще зерна не производил, а теперь стал одним из крупных мировых экспортеров. Но рекордным урожаем может помешать дефицит сельхозтехники. По оценке Минсельхоза в прошлом году аграрии закупили меньше тракторов, 11000 штук против 14700 годом ранее. Зерноуборочных комбайнов 4710 против 6500. Кормоуборочных комбайнов 550 против 620 единиц. Снижение закупок сельхозмашин видно и в текущем году. Если за январь-март 2022 года отгрузки на внутренний рынок, по информации Росспецмаша, оценивались 56 с небольшим миллиардом рублей СНДС, то в текущем уже 51, ближе к 52 миллиардам рублей. В штуках спрос упал на 25 процентов. Убавился с начала этого года интерес к покупке поддержанной сельхозтехники. Спрос на поддержанные комбайны снизился на 17 с лишним процентов, а на тракторы на 23 процента. Снижение закупок в 23 году прогнозирует сам минсельхоз. Ведомство ожидает спад спроса на тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Раньше на этих же заводах производили и военную технику, а гособоронзаказ тянул за собой и производство гражданской продукции. А теперь гособоронзаказ воспринимается как абуза. Ну и результат такой. Сифилис вырос в два раза. В Российской Федерации зафиксирован рост числа заболеваний с сифилисом, связанные с возвращением мигрантов в страну после пандемии. В 21-22 годах вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в России. Также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны. Ну это понятно. Согласно данным статистики, в России были выявлены в 20-м году 15,3 тысячи случаев заболевания с сифилисом. Затем с сифилисом стало заражаться больше людей. В 21-м году выявили уже 21 с лишним тысячу больных, а в 22-м году уже 27 800 человек. То есть рост за два года почти вдвое. По данным Росстата и отчетам Роспотребнадзора, в январе текущего года в РФ отмечен скачок инфекционной заболеваемости. ВИЧ, гепатита и сифилис. Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружения истощились из-за поставок Киеву. Цитата. У союзников истощились запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину, поэтому нам нужно нарастить производство. Заявил Столтенберг в интервью агентству Блумберг. Он призвал членов НАТО подписывать контракты, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. Вполне логично предположить, что подобное усердие стран НАТО вызывает аналогичный рост оборонного производства и у нас. Дмитрий Медведев недавно сообщал о том, что с начала года произведено 600 танков. Это солидно, но каковы потери? В исполняют ли новые поставки эти потери? О каких танках вообще идет речь? Навряд ли все 600 – это неповедимая армата. Думаю, в основном попроще. Кстати, сообщалось, что армата проходит обкатку в боевых условиях. Но больше ничего не сообщалось о результатах. 24 декабря 2021 года Ростех сообщил о запуске серийного производства танка «Армата» и на этом информация, в общем, закончена. Продолжение следует...